Плиту горения Довольно популярная модель Довольно старенькая И здесь верх Газовый, то есть конфорки Газовые, а духовка Полностью электрическая В этой духовке есть несколько тенов Скорее всего 2 или 3 То есть как минимум нижний, верхний в духовке А также возможно здесь стоит Еще тен конвекции отдельно И как минимум Один из этих тенов сгорел И сейчас мы спросим, как мама Об этом догадалась Мама! Мама! Иди сюда, меня обижают Так, мамуля А ну расскажи, как ты догадалась, что у тебя Духовка не работает Могу рассказать Перед тем, как печь Эта духовка обрабатывалась Сильными средствами, чтобы убрать Жировые налеты Убралась, чистенькая духовочка Все супер-пупер Вот тут я решила сделать киш Вот поставила его И вместо того, чтобы печь этот киш 40 минут Я его пекла 2,5 часа И тесто, то есть верхушка Вся зажаривалась Ну, готовилась А нижняя часть не готовилась Так что я поняла, что с нижним тентом Что-то не то Я понял То есть, короче, снизу пирог не готовился И очень долгое время Да Прекрасно И это после того, как ее тщательно помыли Да, духовка Да, это после того, как ее тщательно помыли Я понял Все, тогда сейчас будем разбирать Спасибо Все, пока Буквально через мгновение мы уже приступим К ремонту этой духовки Но я хочу сказать одну очень важную вещь Данная плита, это газовая плита То есть, как минимум, верх у нее газовый Поэтому это газовое оборудование И с ним надо быть очень внимательным Допуск к ремонту газового оборудования Есть, соответственно, не у всех мастеров И просто кое-кого подпускать к газовому своему оборудованию нельзя Более того, без специального допуска Я не могу даже отключить эту плиту от газовой трубы Если вы, например, занимаетесь ремонтами И хотите заняться ремонтами плит То, в принципе, этот допуск получить не очень сложно Вы обращаетесь в газовую контору Проходите обучение Проходите небольшую практику И вы получаете такой допуск К этому ремонту У нас есть в сервисе мастера Которые этим занимаются У меня такого допуска нету Потому что я, собственно, практически никогда Не занимаюсь ремонтами плиты духовок Но в данном случае Нам эту плиту необходимо было Отключить от газовой трубы Потому что эту плиту нам необходимо Для ремонта полностью вытащить И добраться к задней части плиты Поэтому, что я сделал И если вдруг вы захотите сами дома Залезть там, я не знаю И поменять тэн в электрической части духовки То вам необходимо будет сделать то же самое Я позвонил в нашу городскую газовую контору И уточнил, что мне необходимо сделать Я пошел, написал заявление на отключение Газовой плиты Пришел мастер Отключил газовую плиту Вот Отметил это, соответственно, в документах После чего я могу свободно уже вытащить эту плиту Она сзади нигде ничего не прикручена Мы ее отремонтируем Проверим, что духовка работает После чего мне необходимо будет вызвать опять специалиста Который ее подключит Проверит и все это сделает Я понимаю, что это дополнительная морока Но именно так вы должны по-хорошему сделать То есть при ремонте плиты Вы допускаете либо мастера с допуском к газовому оборудованию Либо вызываете специалиста Который отключает и подключает это оборудование И вы должны понимать, что в первую очередь Это ваша личная безопасность Итак, у нас есть догадка о том, что у нас сгорел нижний тен духовки Доступ к этим тенам, к проводке Как минимум контактам, чтобы их проверить У нас происходит в этой плите сзади Поэтому мы вытаскиваем плиту Разворачиваем ее Снимаем крышки и проверяем тен На вот таких вот клеммах бывают защелки То есть, например, мы ее сейчас оденем Если мы ее тянем, она не снимается Не вырывайте Значит, посмотрите, там скорее всего есть маленькая защелка Которую надо нажать и тогда клемма снимается Это сделано специально для того, чтобы клеммы не слетали В бытовой технике иногда так бывает Вот, например, язычок защелки, когда мы ее нажимаем У нас вот отходит зубчик А этот зубчик уже попадает в отверстие Если вы обратите внимание, на всех клеммах Как правило, есть еще маленькое отверстие Это как раз отверстие и есть под защелку Вот на такой вот клемме То есть мы отодвинули язычок и снимаем тогда только эту клемму Мы когда нажимаем вот этот язычок Вот эта защелка у нас отодвигается Вот, например, я более наглядно вам покажу На примере вот этой вот клеммы, которая одевается на вентилятор Или моторчик конвекции Вот у нас клемма Вот мы видим язычок Вот тут защелка Смотрите, я с задней стороны нажимаю на язычок Видите, он отходит Тогда клемма снимается И вот отверстие, в которое заходит защелочка И так уже не снимается Ну и да, в самом начале видео я забыл сказать одну вроде бы очевидную вещь Это то, что перед тем, как начать ремонтировать плиту Мы ее также отключили еще и от электричества Поэтому мы так свободно ко всем этим проводами касаемся Итак, вот у нас выходят клеммы на нижний тен духовки Здесь у нас всего две клеммы Ну давайте посмотрим, что мы здесь еще видим Также мы видим вот клеммы на тен Это тен конвекции Он идет вот сюда на вот этот вентилятор Вот, также у нас есть верхний тен Он у нас двойной Здесь мы видим уже четыре клеммы Здесь получается как бы на одном креплении два тена Наружный тен, то есть вот две клеммы наружных И внутренний тен, соответственно две внутренние клеммы Вот это у нас лампочка подсветки Вот у нас еще идет здесь газовый термостат на духовку Вот с этим надо быть очень аккуратным Это тонкая, очень тонкая трубочка Вот, которая идет на термостат Соответственно там у нас внутри плиты есть Ну не знаю, колодка термостата Ну или собственно сам термостат с ручкой Вот, от него идет вот такая тоненькая металлическая трубочка Она приходит вот на такую колбочку Которая уже зафиксирована на корпусе духовки Вот эта колбочка и замеряет температуру духовки То есть если проблема с термостатом То мы термостат меняем Например снимаем спереди И также снимаем вот эту колбочку и меняем его Значит нам необходимо сейчас добраться до нижнего тена Нам немного мешает вот эта вот теплоизоляция Поэтому мы аккуратно ее сейчас вот так вот здесь поотгибаем И как бы приподнимем саму термоизоляцию Чтобы приоткрыть доступ к тену Дышать ее нежелательно, да, видимо? Она с стекловолокном какой-то? Не знаю, на самом деле, ну похоже на стекловату Но из чего она состоит я честно скажу не знаю Так, и вот у нас крепление тена Мы видим вот два самореза снизу закручены Но наверное мы поспешили с тем, чтобы добираться к тену Надо было просто его сначала тестером прозвонить Поэтому сейчас давайте сначала прозвоним тен Убедимся в том, что он действительно не рабочий И только после этого начнем его снимать Мы тестер переключаем в режим измерения сопротивления на Ом Честно скажу не помню, но если так прикинуть по мощности тена То наверное он должен быть где-то в районе 40-50 Ом И вот мы сейчас это проверим Устанавливаем щупы на одну и на вторую клемму тена И видим, что тестер у нас никак не реагирует Не показывает никакого сопротивления Это говорит о том, что тен неисправен То есть он в обрыве Ну давайте еще ради интереса проверим все остальные тены Которые есть в этой духовке Снимаем хотя бы одну клемму Вот и устанавливаем сюда и сюда И смотрим, что тестер у нас показывает 24 Ома То есть тен исправный И мощность его получается, наверное, где-то в районе 2 кВт Может быть даже чуть больше Давайте проверим еще вот эти два Раз и два По идее мы можем, конечно, измерять и с проводами на тене Но иногда вот эта проводка вносит какие-то, скажем, погрешности в измерения Поэтому лучше измерять без проводов Хотя бы когда на одной клемме нету провода Проверяем наружный тен Тоже видим у нас тестер показывает 62 Ома Вот это, наверное, соответствует плюс-минус где-то 1 кВт Вот и проверяем второй тен Показывает 27 Ом То есть это, наверное, около 2 кВт тен Ну что, теперь можем откручивать тен Я тут еще понял, пока вот сейчас снимал тен, что нам теплоизоляцию, которую я немного, скажем, отодвинул И снял частично Нам ее можно было вообще не трогать Поэтому загибаем крепление обратно Вот И ее пока не трогаем Он сгорел от того, что на него попала вода или как? Ну По маминой гипотезе, да То есть как бы духовка перестала работать После того, как ее внутри все вымыли там с моющими средствами и так далее Вот Ну и так оно совпало Либо оно просто совпало Вот И тен просто свое отжил Либо действительно где-то как-то просочилась какая-то вода и так далее И что-то тут замкнуло и он сгорел Кстати, вот эту вот штуку, которую мы называем теном Не совсем даже правильно называть теном Потому что тен это аббревиатура Три больших буквы ТН ТЕН Трубчатый электронагреватель То есть это действительно электронагреватель Но он не трубчатый То есть он не выполнен в виде трубки Тут как таковой трубки нету Здесь корпусом Ну или собственно той частью, которая придает форму вот этому нагревателю Является вот такая вот гофрированная Не знаю, короб или гофрированная Почему у нас вода стекает? Пурын, да Короче, какой-то такой желобок гофрированный И он непосредственно уже и придает форму И держит вот эти вот керамические такие изоляторы Вот, а внутри вот этих вот Мы можем его разогнуть Наверное здесь будет проще Вот, и вытащить отсюда вот эти керамические изоляторы А уже внутри керамических этих изоляторов Уже находится спираль нагревательная То есть вот она уже непосредственно нагревает Поэтому тут нету, скажем так, трубчатой части Поэтому это не совсем Т и Т Но обычно его все называют Т Ух ты Смотри, а тут с этой стороны Прям видно, как он местами где-то аж сырье Аж металл проплавился Офигеть Смотри, прям каплево висит Видно, да? Угу Смотри, раз дырка Два дырка Вот еще что-то проплавилось Вот еще проплавилось Интересно, давай посмотрим, что здесь Так, попробуем его тут разогнуть Он, правда, на изгибе не очень хочет разгибаться Так А, ну вот он тут Обрыв, да? Да, ну как бы сгоревшая спираль Смотри, вот эта керамическая штука Смотри, сплавилась в кучу Смотри, прям капли металла Ну, видимо, видимо, как раз в этом месте Произошло короткое замыкание на корпус То есть спираль Скорее всего через воду Скорее всего здесь стояла действительно Вода пустая, как помыли В этом желобе Вот И в итоге вот здесь вот, Смотри, спираль Прям от нее ничего не осталось Так что это все-таки от того, что хорошо помыли духовку? Да Ну, в общем, у меня мама немного скромничает Вот Она не сказала, что на самом деле это мыло Клининговая компания У меня мама уезжала Куда ты уезжала? Куда-то В Египет А, в Египет Уезжала отдыхать А сестра моя решила маме сделать как бы сюрприз И вызвала клининговую компанию Которая должна была сделать генеральную уборку в квартире И вот, собственно, после того, как они помыли в том числе технику Что у тебя сломалось? Микроволновка Микроволновка Короче, перестала работать Залили плату Залили плату микроволновки Короче, мы ее отремонтировали, но на видео это не попало И вот, походу, залили духовку И что-то у тебя еще, по-моему, там тебе появилось? В холодильник пробки Половивала и холодильник разморозил Ну да, еще как А, ну это вот как раз, скорее всего, в этот момент, возможно Когда замкнуло на корпус вот здесь вот У тебя выбили пробки Вот И получается, мамы же не было Она же была за границей Вот А выбили пробки и холодильник разморозился Вот такая вот клининговая компания Ну да, похоже, что действительно Помыли очень сильно, обильно С какими-то жидкостями Духовку Вода где-то там протекла И, скажем, стояла вот в этом же лобке Замкнуло на корпус Произошло замыкание Оно, собственно, все здесь и расплавило Вот видно даже, что в этой части Нету даже спирали То есть она по факту расплавилась И вот в этом месте как раз и видно вот такие прожоки То есть вот у нас начинается спираль И вот у нас начинается спираль А здесь вот оно просто прямо аж выгорело Все, плюс вот даже вот эти вот керамические изоляторы Они тоже как будто бы как повыгорали Ну это реально, это не пластмассовая, это керамика А вот новый ТЭН, который мы будем устанавливать Кстати, вот вопрос Можно ли эту запчасть назвать оригинальной или нельзя? Вопрос, который нам часто задают клиенты нашего интернет-магазина Этот ТЭН, соответственно, был приобретен в нашем интернет-магазине Кстати, лучший интернет-магазин запчастей для бытовой техники Это интернет-магазин Мастер Плюс Вбиваете в поиск или переходите по ссылкам под этим видео И, собственно, попадете в наш магазин Но мы сейчас все-таки не про магазин Я о нем заикнулся о том, чтобы вы понимали, что этот вопрос Очень часто задают клиенты И, например, там А это оригинальная запчасть или неоригинальная? Так вот вопрос, что считать оригинальной запчастью? Стоит понимать, что даже вот в этой плите горения На самом деле, ну, от горения тут может быть там От 10, я не знаю, до 50% каких-то деталей Которые произведены непосредственно компанией горения Ну, как правило, это корпус Ну, какие-то такие корпусные объемные детали Большую часть других запчастей, например, термостаты, комфорки, тены Производят подрядчики для горения То есть вот этот тен не произведен компанией горения Это произведен какой-то компанией Давайте тут посмотрим, что-то написано Турна какая-то компания Так вот этот тен произведен компанией Турна А вот этот вот тен произведен компанией Тот, который стоял Да, ну, старый, который стоял здесь Ну, во всяком случае, что-то тут написано Блюз Валенджа какой-то. Ну, короче, какой-то другой компании. То есть, собственно, это два разных ТЭНа. Но на сегодняшний день для компании Горенья именно вот эта фирма или вот этот завод производит вот такие вот ТЭНы. Эти ТЭНы приезжают на завод Горенья или куда-то, собственно, на какой-то склад Горенья, где часть ТЭНов отправляют на свои производства, устанавливают на свои плиты, а часть запаковывают в пакетике Горенья. То есть, упаковывают в пакетик, клеют наклейку Горенья, ставят на эту запчасть оригинальный код по каталогу Горенья и продают уже, собственно, как запчасть Горенья. Вот. То есть, по факту один и тот же ТЭН. Разница в них только в том, что один в пакетике, второй без. И вот этот, например, как бы можно сказать, условно неоригинальный ТЭН стоит в два раза дешевле, чем тот, который в пакетике Горенья. Можно ли считать этот ТЭН оригинальным? Или нельзя? Вот это вот такой вечный вопрос. Более того, представьте себе ситуацию, вы звоните, ну, не знаю, в любой интернет-магазин, ну, предположим, в наш. Вы звоните в интернет-магазин Мастер Плюс и заказываете оригинальный ТЭН Горенья. Вы говорите, мне надо обязательно оригинальный ТЭН. Мы говорим, да, конечно, и отправляем вам вот такой же ТЭН в пакете Горенья. Вот. Он же оригинальный, вот прям абсолютно, то есть оригинальный, это тот, который поставляется производителем вот этой вот духовки. Вот это ваша духовка, и производитель именно вашей духовки поставляет сейчас вот такой ТЭН в пакетике. Он вам приезжает, вы смотрите на свой ТЭН и понимаете, блин, а он не такой, тут что-то написано по-другому, ааа, вы меня обманули, вы прислали мне неоригинальный ТЭН. Вот это тоже еще одна из проблем, потому что, опять же, например, в какой-то стиральной машине ТЭН может стоять термоватт, в один год стоит термоватт, на следующий год завод, я не знаю, там, стиральных машин Горенья заключил договор уже с другим заводом на поставку ТЭНов, а на сегодняшний день, например, они поставили китайский ТЭН Кавайи. Кавайи, на самом деле, ну, он действительно производится в Китае, но по качеству он, ну, мало чем отличается от, например, европейских ТЭНов. И вот, раньше они ставили термоватт, сегодня ставят Кавайи, официально поставляют уже новые ТЭНы Кавайи, и как запчасть приходит ТЭН Кавайи. И вот клиент у нас заказывает оригинальный ТЭН, у него же на ТЭНе было написано сделано в Италии, это же термоватт, вот, а мы ему продаем оригинальный ТЭН Кавайи, на который написано сделано в Китае. И что мы потом выслушаем от этого клиента? Ага, вы меня обманули, вы продали мне китайский какой-то дешевый ТЭН, а я его заказывал и платил вам как за оригинальный. Так вот, я хочу, к чему, в общем-то, вся эта длинная беседа? Я хочу вам дать понять, что если вы заказываете оригинальную запчасть, это не всегда обозначает, что эта запчасть будет ровно такая же, как у вас была. Это та запчасть, которую на сегодняшний день официально поставляет производитель для своей техники. Более того, бывают неоригинальные запчасти, как вот эта, которая будет произведена на том же заводе, будет иметь ровно точно такую же, будет стоить дешевле, но не будет пакетика горений. И она, в принципе, уже может считаться, как неоригинальная. А может, кто-то считает ее оригинальной. Вот это вот вечный такой вопрос. Быть или не быть? Мыть или не мыть? Вот в чем вопрос. Плиту, как вы поняли, да, из этого видео. Стоит ли ее мыть или не стоит? Пишите ваши версии в комментариях. Да. У нас, кстати, на сайте мы стараемся вот такие ТЭНы обозначать, как ТЭН оригинального качества. Это обозначает, что этот ТЭН, например, произведен на том же заводе, как и оригинальный ТЭН, но он не поставляется официально горение, поэтому мы пишем, что он оригинального качества, а не оригинал. Ладно, хватит теории, устанавливаем этот ТЭН обратно. Ну, подожди, а менеджеры это все же объяснят, правильно? Ну, если, собственно, им задать такой вопрос, то, как правило, да, менеджеры, как правило, объясняют. Но они обычно не рассказывают так долго, как я. Они просто говорят, смотрите, у нас есть там точно такой же ТЭН, например, произведен на том же заводе, но дешевле, хотите, не хотите, как хотите. То есть, условно говоря, доверяя Мастер Плюс, и менеджеры можно сэкономить деньги? На самом деле, ну, можно раз сэкономить. Вообще, всегда с помощью Мастер Плюс можно сэкономить деньги. Вот. Собственно, в чем, наверное, наши подписчики неоднократно убедились. Но на самом деле, должен сказать, что у нас, я не знаю, как в других странах, но если брать с точки зрения Украины, и вот отложу скромную сторону, у нас самые компетентные менеджеры по работе с клиентами. Они на самом деле очень часто наши менеджеры знают и разбираются больше, чем мастера. Некоторые. Вот. Почему? Потому что, опять же, они очень много работают с запчастями. Они работают с запчастями значительно в разы больше, чем работают мастера с этими запчастями. Ну, что там мастер? Ремонтирует 7 стиралок, в лучшем случае, там, условно, это супер мастер, ремонтирует 7 стиралок в день. Вот он, условно, меняет 7 запчастей и имеет, условно, контактирует с 7 запчастями в день. Менеджер же продает сотню заказов, оформляет, консультирует в день. Поэтому у него компетенция довольно высокая. Более того, у нас постоянно проходят тренинги для менеджеров, мы их постоянно обучаем. То есть, они на самом деле довольно квалифицированные. И вот кому-кому, а вот им точно можно доверять. Тем более, что у нас никогда не стоит задачи как-то заработать лишних денег или обмануть клиента. То есть, то, что говорит менеджер, в 99% случаев действительно соответствует действительности. Хотя, должен признаться, что наши менеджеры иногда ошибаются, но мы обычно свои ошибки быстро исправляем. И делаем из этого выводы. Короче, респект. Конечно, респект и уважуха. Так, значит, сейчас мы будем вставлять сюда же ТЭН. Вот, но я не сказал, но когда я ТЭН вытаскивал, я, в общем-то, контролировал, чтобы он нигде не цеплялся, чтобы я оттуда ничего не вырвал, ну и в первую очередь не порвал вот эту теплоизоляцию. Сейчас точно так же этот ТЭН мы туда будем очень аккуратно вставлять, чтобы он нигде не цеплялся. Вот. И я что подумал, что может быть даже, возможно, есть смысл вот здесь открутить. Оно как бы подпирает снизу теплоизоляцию, а так мы его опустим немного. И теплоизоляция еще ниже уйдет, и нам, возможно, будет легче его вставить, этот ТЭН. Вот так, раз. А тут все равно он держится. Ну окей. Все, аккуратно теперь вставляем. Главное не порвать эту теплоизоляцию. Я даже как-то так вот вставляю один край, потом другой. Вот так, видите, оп, все. Все практически до конца вставилось. Ага, у нас там, скорее всего, есть еще крепление, в которое надо попасть. Да, еще, смотрите, покажу на старом ТЭНе. У нас, если на него посмотреть, вот здесь вот есть такие торчащие в стороны усики. Вот эти усики тоже должны, когда мы засовываем ТЭН, встать в определенные крепления. То есть вот, они за эти усики, наш ТЭН, грубо говоря, держится, чтобы он, ну, не провисал вниз и так далее. Соответственно, когда мы ТЭН вставляем, эти усики должны вставиться в такие, как бы, полозья. Вот. И нам сейчас необходимо проконтролировать, чтобы они туда попали. С одной стороны, когда мы этот ТЭН туда вставляем, ну, то есть, по факту, там реально можно почувствовать, что они туда вставились. А с другой стороны, мы можем сейчас, как бы, рукой сквозь изоляцию, как бы его прижать, чтобы, если ТЭН плохо прижался к верхней части, то есть мы его прижимаем рукой, таким образом, помогаем вот этим вот усикам попасть, собственно, на свое место. Вот. То есть я чувствую, что у меня с этой стороны, ну, то есть для меня с правой стороны усик попал, а слева пока нет. Поэтому будем попробовать туда попадать. Плохо, что его отсюда не видно. Слушай, можно, конечно, размотать изоляцию. Не знаю, что-то мне, правда, не очень хочется. Ну ладно, щупать, смотри, там, где ТЭН стоит. Я не хочу туда лезть рукой, чтобы потом целый день чесаться. Но попробуем пока так. Короче, можно на самом деле, вот здесь вот есть еще такая, как проволока, которая держит эту изоляцию. По факту, если эту проволоку размотать или отпустить, то мы сможем частично вот эту вот изоляцию снизу раскрыть. Вот. Но мне пока что-то лень этим заниматься. Вот там, видите, вдалеке, вот мы подсветили и сфокусировались, такой крючок есть темный. Вот этот крючок, вот это справа и точно такой же слева, но слева немного не видно его. Вот. Это те крючки, в которые должны попасть вот эти наши усики. Вот стараемся, соответственно, в них попасть. Так. Все, собственно, поддавливая вот здесь вот сквозь изоляцию TEN, чтобы он лучше прижался к стенке, ну или к днищу духовки. Мне удалось попасть на нужные места. Вот. Теперь остается просто прикрутить TEN. Итак, мы практически закончили. Ну, можно сказать, что TEN мы поменяли. Сейчас мы только соберем уже назад плиту, проверим ее обязательно. Мы включим, проверим, или TEN этот работает, или все нормально греет и сделаем еще одну очень важную штучку в конце. Короче, походу, стекловатый. Ну, похоже, да. Судя по тому, что уже все почесывается, то очень похоже. Все, ждем газовиков? Ну, газовую часть, да, они подключат, а нам надо проверить духовку, это же электрическая часть. Так, ну, сначала нам надо вытащить оттуда вилку. А как это ты сделал? Что ты снимаешь? Ну, что я сделал? Я взял веревку, ну, у меня изначально здесь вилка, за мебелью. Чтобы не играться за мебелью и вот этот шнур потом протаскивать, я изначально к нему привязал шнурок, вытянул шнур. У меня, получается, он вытянулся вместе с веревкой, а теперь я обратно за ту же веревку его затянул обратно. А здесь привязал кончик, чтобы конец этот второй никуда не убежал. И все. Не надо долго играться за мебелью провод протягивать. Вот эта микроволновка сгорела. Вот эту плату залили, когда мыли. Пришлось ее восстанавливать. А новых плат таких уже не поставляет. Микроволновка тоже, скажем, не из самых новых. Сняты с производства платы. Так, ну, ладно, проверяем. А вот теперь самое интересное. Значит, у нас есть две ручки. Одна регулировка температуры, это вот как раз термостат, про который я говорил, на который трубочка идет. А вторая это режим, ну, соответственно, какие тены, где какие включены. Вот здесь вот надписи еще хоть как-то просматривается в отношении температуры, а вот здесь вот в отношении режимов ну, практически ничего не понятное. Как включить нижний тен, наверное, помнит только моя мама. И то она помнит не все режимы, а только тем, которым пользуется. Поэтому я сразу захватил сюда новые ручки, вот, которые мы сейчас поставим. Ну, а интересное то, что я обещал, это то, что я хотел показать вообще, как эти ручки снимаются. Потому что на самом деле эти ручки можно снимать просто для того, чтобы помыть под ними, потому что под них что-то затекает. Так, но тут взяться не очень легко. У нас скользкая. Поэтому мы возьмем аккуратно ножичек и ножичком как бы ее подтянем. Вот так, раз, и все, и сняли. И теперь вот здесь вот, если надо, если здесь затекает под ручку что-то с плиты, то мы можем спокойно помыть. Вот, как бы раз так и снимаем. Вот эти, кстати, верхние ручки снимаются точно так же. Третий раз, и все. И это, соответственно, позволяет вымыть нам вот это вот все, в том числе и под ручкой. Ну, а при необходимости можно, соответственно, точно так же их и заменить. Заказать новые. Ссылки, кстати, и на тены, и на ручки для плит будут в описании под этим видео. Кому надо. Так, ну здесь уже помыть придется. Так, ладно, мы мыть будем потом. Ставим пока новые ручки. Вот так вот выглядит оригинальный пакетик горения, видите? То есть пакет с надписями и с оригинальным кодом. А в нем запчасть. Вот это вот, вот это вот и есть, вот так вот выглядит оригинальная запчасть. А без пакетика это уже оригинальное качество. Так, этот мы ставим вот сюда. И теперь вторая ручка с температурой. Два. Все, красота. И вот уже по этим ручкам мы видим, где какой режим. Соответственно, мы выбираем нижний и верхний тен и выставляем там температуру, например, 150 градусов. И ждем. Ну, как минимум то, что не выбило пробки, уже хорошо. Вот, сейчас подождем, попробуем или нагрелась снизу нижняя часть духовки. Если нагрелась, значит, тен работает. Слушай, ну все, уже нагрелась, горячий. Кстати, ну, зрителям будет непонятно, что не почувствует, но чувствуется, есть какой-то запах такой, как бы, очень похож на подгоревшее масло. Это вполне возможно при замене нового тена, так как новый тен как правило, все равно там грязный, в какой-то смазке металл там и так далее, и так далее. И когда тен первый раз включается, то вот это все масло и вся грязь, которая там от рук и от всего остального, она начинает выгорать. Поэтому при первом включении какое-то первое время может быть неприятный запах. Принимай работу. Ничего, мы тебе вон и ручки заменили. Вот это да, кстати, как мне их не хватало, слушай. Я вот то, что запоминала. Аккуратно, аккуратно, горячо. Ну, можешь попробовать, что снизу горячая нижняя часть. Ну, я имею в виду, не тро... Ну, блин, ну, я имею в виду. Слушай, она должна прогореть, наверное, а потом подожди. Ну, она, скорее всего, выгорает... Оно, скорее всего, выгорает то, что внизу какой-то жир. Она ж снизу не работала, а ты в ней что-то готовила. Ну, да. Аккуратно, стритом, не обожгись. Ну, все. Как утверждают британские ученые, у тех, кто подписан на канал Мастер Плюс, нижний темп духовки работает на 30% дольше. Поэтому ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и смотрите следующие интересные видео. Сыночка, а вот эти вот четыре ручки еще поменяются. Зачем? Не видишь, что светло включается? И что? Я тебе дам... Я тебе скину это видео, ссылочку. И там вот будет в описании под видео ссылки на интернет-магазин очень классный. Вот там можно любые ручки, все же хочешь, можно любые запчасти заказать. Спасибо. Я знала, что ты мне так ответишь.